Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Приготовьтесь узнать сегодня все самое интересное. Регулярно ссоритесь с мужем из-за мамы? Или вам кажется, что подруги флиртуют с вашим любимым? Сегодня психолог Анна Кушнирук научит нас гасить самые острые женские конфликты. Не пропустите! Здравствуйте! Помогут нам сегодня настоящие мужчины. Дмитрий Калиденко, на глазах которого разгорались десятки конфликтов в шоу-бизнесе. Я имею в виду между женщинами. И Михаил Пресежнёк, юрист. Наверняка, Миша, ты можешь сделать так, чтобы любой конфликт закончился мирно. А если нет, у меня есть огнетушитель. Кстати, Аня, для чего он нам? Нет, я тебе не отдам. Я буду тянуться к нему для того, чтобы помочь нашим гостям сегодня затушить все эти конфликты, которые, безусловно, могут возникать в жизни каждого человека. Но мы справимся с этим пожаром навсегда. Нам приходит очень много писем по поводу разрешения женских конфликтов. И одна из наших постоянных зрительниц сегодня у нас в гостях. Она сама себе расскажет. Присаживайтесь, пожалуйста, Катюша. Здравствуйте. У меня такая проблема. Я дружу с подругой 15 лет. Она неимоверная красавица. И меняет мужчин как перчатки. Так. Недавно она разошлась с очередным мужчиной. И случайно, абсолютно, мы встретились с ним. У нас завязали с ним отношения. Но я и подумать не могла, что она очень сильно разозлится по поводу этого. Вот. И начнет подкалывать. Ну, что, подбираешь то, что я бросила. Прошли наши отношения на более серьезный этап. И я не знаю, как поступить. Анечка, и как же быть в такой щекотливой ситуации? Ну, во-первых, быть собой. Если для вас значим этот человек, да, у вас с ним серьезные отношения, очень важно понимать, что не имеет большого значения, в чьей жизни он был ранее. Да, если сегодня вы влюблены, у вас все хорошо. Если говорить об отношениях с подругой, скорее всего, она человек хороший и славный, если вы продружились с ней 15 лет, да, и то, что происходит с ней сегодня, как раз не характерно. Я думаю, что она болезненно переживает тот факт, что ее жизнь, несмотря на то, что она красавица, не складывается. Она постоянно меняет отношения. Следующий момент. Может быть, она опасается того, что что-то в ваших отношениях будет известно и о ней, не с лучшей стороны, да. И еще один момент, наверное, очень важно обозначить, что вы не живете прошлым, вы живете здесь и сейчас, что этот мужчина для вас ценный, сказать, что у вас отношения. И давайте понять, наверное, ей, что вы не собираетесь обсуждать прошлые ни одной минуты. Есть ценность в том, что есть здесь, сегодня и сейчас. Будьте любезны к ней, скажите просто о том, что вы как женщины счастливы. Говорите на какие-то третьи темы какое-то время больше, чем говорить о том, что было, да, и, собственно говоря, наверное, давать ей какой-то повод рассказывать о нем какие-то интимные моменты. Если она будет начинать пытаться вас что-то расспрашивать или наоборот рассказывать, сказать, я слышу, понимаю, кстати, я хотела тебе рассказать совершенно о чем-то другом. Выйдите на какой-то новый контекст. Правда, ваша личная жизнь – это не единственная тема, которую можно обсуждать. Но как вот в такой конкретной ситуации, как Катя рассказала, когда подруга прям берет и подкалывает, в этот же момент нужно что-то ответить, чтобы все остались живы, здоровы, целы? Надюш, я думаю, что стоит помнить о том, что мы все взрослые люди. Вот начали взрослые люди встречаться. И они перед кем-то должны оправдаться. Всегда есть кто-то, кто готов сказать, что я что-то делаю неправильно. Да это не ее собачье дело, с кем он встречается. Абсолютно. Кате нравится такой подход. Другое дело, то, что вам это неприятно, потому что вы порядочный человек. А мне кажется, вот если бы у меня была такая подруга, я бы ее бросил бы. Она же не подруга, это же какое-то вообще страшное чудовище, которое злится на вас, обзывается, она еще завидует и вставляет палки в колеса. Вам для чего нужен этот молодой человек? Для счастья женского. Чтобы вы были счастливы, чтобы детки родились, чтобы семья была, чтобы гармония была. Зачем вам нужна такая подруга? Бросайте ее из ковренька, и окажите у нас в Украине. С самого начала вы сказали, что она меняла мужчин как перчатки. Мне кажется порой, что вот женщины сами убегают от этого финала, когда понимают, что все близится к концу, идет не так, как им хочется. И может быть мужчина вот-вот развернется и куда-то денется, и в этот момент она раз и бросила его. Идет на опережение как будто бы. Да. Для того, чтобы не быть оставленной, покинутой, и не переживать это состояние. Это действительно такой синдром, знаете, тревожного ожидания. Все мы, кто меняет партнеров, нас как-то вот нездорово часто, это может говорить, правда, Надя, о тревоге, остаться в одиночестве. Поэтому дайте ей, наверное, какой-то, знаете, вот такой откуп на то, что она действительно может страдать. Поддержите ее, не акцентируя на этом внимание. Как наверняка вы умеете делать раз вы подруги? Мне очень нравится живая реакция наших гостей, и хотелось бы, чтобы вы тоже участвовали в обсуждении. Вот я вижу, что девушка хочет высказаться. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Дина. Я бы хотела поделиться своей историей. Она похожа на Катину. И мы с моим мужем также познакомились. И у меня была такая подруга, она есть сейчас. Она начала насмехаться надо мной. Какое-то время я никак не реагировала. А потом мы просто поговорили с ней. И просто я сказала в лоб, что как бы вот есть моя жизнь, а есть наша дружба. Реакция моей подруги, она меня очень шокировала. Она разрыдалась и сказала, что вы-то выходите все замуж, а я так и останусь одна. Я очень задумалась, мы помирились, и все отлично закончилось. Мы выдали подругу замуж, и мой муж мне помогал. Он привел друга с работы, они познакомились, и в общем, все замечательно. Да, спасибо. Получается, что вы смогли найти выход из этого конфликта, да? Правильный, нормальный, здоровый какой-то выход, но есть несколько важных правил. Вы не называете, наверное, какое-то время мужчину показательно. Мой, мой зайчик, мой котик и прочее. Очень важно в целом показывать какую-то нейтральность, называть своего избранника по имени. Следующий момент. Когда ваша подруга будет при ком-то, с кем-то в отношениях, когда ей тоже будет хорошо, вы можете устроить какой-то совместный обед, какую-то прогулку, где она будет тоже в паре, и у нее не будет вызывать раздражение, что вот вы вдвоем, да, а она одна. Дима, а как все-таки быть в такой деликатной ситуации и мужчине? Да, мы говорим о женских конфликтах, но в мире шоу-бизнеса, опять же, где все так на виду, как вот строить новые отношения? Это же усложняет оттуда и берется вот этот высокий градус в конфликтах. Все ссорятся, и звезды в том числе, но мне кажется, когда вот ссора перерастает в какой-то большой минус, можно же все потерять. Вот я, бывает, часто строил своих жен, они у меня ходили шелковые две недели. Надо, надо строить своих жен, и надо строить своих мужчин, и надо строить своих подруг. Только как? Значит, приставить к стенке и сказать, давай по-хорошему поговорим. Дим, я тебе так скажу, вот из личного опыта строить надо не женщин, строить надо дома. Когда мужчина успешен, когда женщина видит перспективу в нем, она, в принципе, и старается соответствовать тому, что она женщина. Потому что, когда у женщины нет тыла, она ведет себя порой как добытчица, а ей не до сентиментов. И хочется иногда мужу башку оторвать, когда она с третьей работы приходит, а он лежит и отдыхает, а он устал. Я почему-то думаю, что Катя вполне уравновешенный человек и в состоянии урегулировать конфликт. Вот получив такие подсказки, какие выводы ты для себя сделала, Катюша? Стараюсь поговорить просто с подругой спокойно, кто в будущем приглашает его на новоселье, на наше совместное. Когда она будет к этому готова? Когда она будет к этому готова. Катенька, очень приятно, что мы смогли поддержать вас. Всего вам хорошего. Счастья. У нас есть еще необыкновенно интересные истории. Уверена, что вы, мои друзья, сможете помочь. Давайте выпьем по чашечке кофе, а потом продолжим. Угощайтесь, пожалуйста. Нес-кафе. Первое правило утра. Итак, женские конфликты. Тема настолько горячая, насколько и не забываем каждый женский конфликт, который разворачивался на глазах у мужчин. А я помню один случай. Я работал в Сумском музыкально-драматическом театре Минищепкино. Культурное место, между прочим. Да. В окружении заслуженных артистов и народных артистов. И в театрах есть такая история, как жизнь за кулисами. Кому-то дали главную роль, кому-то дали второстепенную роль. И вот я застал такой огромный скандал между двумя заслуженными артистками. Так вы не поверите, Надя, это не то, что мужчины дерутся, это хуже. И я сделал вывод, что, Дима, когда женщины дерутся, лучше в драку не влезать. Сегодня мы поможем вам разрешить даже самые острые женские конфликты. А у меня в гостях еще одна наша постоянная зрительница. Юлия, встречайте. Присаживайтесь, Юлечка. Спасибо, что откликнулись на мое письмо. Вам спасибо, что написали. Мы с мамой как две лучшие подруги. Я с ней всем делюсь. Но есть одна проблема. Мама все рассказывает. Ну, моей сестре, папе, тете. Например, была вот одна история. Я рассказала маме о том, что у моего мужа проблемы на работе. Ну, через некоторое время каждый родственник подходил к нам и спрашивал, что да как. И была еще вторая история. Я рассказала о том, что у нас конфликты в семье. И все родственники стали бегать и давать нам советы. Я с мамой неоднократно ругалась по этому поводу. Ну, все как-то тщетно. Почему вы, будучи взрослой, даже любя маму, считая ее своей подругой, почему нет возможности удерживать информацию всю-всю-всю-всю о своей жизни внутри себя? Потому что я считаю, что моя мама, как взрослая женщина, она больше знает. Я совершенно точно могу вам сказать, что вы тоже взрослая женщина. Если вы обращаетесь к маме с вопросом, что делать за ее мудростью, мама может чувствовать себя, равно как и вы, где-то не уверена и пытается обратиться за советом кому-то из родственников. Как будто бы собрать какую-то общую картину мнений. Первая часть вопроса. Другая часть вопроса, что мама, может быть, просто привыкла жить вашей эмоциональной жизнью, пересказывать, рассказывать, переживать эти события и прочее. Очень важно быть очень тактичным в том, что вы в целом говорите. Научитесь справляться с той тревогой, когда вот хочется поделиться прям-прям-прям просто сама себе, вслух, перед зеркалом, мужу на ушко, окошку, как угодно, проговорить информацию, которую вы хотели поделиться с мамой. 99% что решение вы найдете самостоятельно. Для того, чтобы маму не обижать, не травмировать ее и не говорить, теперь я тебе никогда ничего не скажу, ты мне больше не друг и прочее, я предлагаю с мамой откровенно поговорить о том, что вы действительно страдаете из-за того, что то, что рассказываете ей, есть а, секретом, б, рассказывать никому нельзя, вы делитесь с ней чем-то сокровенным, это влияет на вашу частную жизнь. Но, может быть, не стоит впадать в крайности, а все-таки какую-то золотую середину найти? Золотая середина, я думаю, это просто когда дети вырастают, они должны понимать, что действительно есть проблемы в жизни, с которыми они должны справляться сами, с определенного момента, тем более, если у них есть семья. Наши гости тоже хотят подключиться к разговору, это очень приятно. Кто хочет высказаться? Здравствуйте, меня зовут Елена Михайловна. Я хотела бы именно как мама выступить в защиту мам, потому что все должны понимать, что никакая мама не хочет своему ребенку чего-то плохого. Если она делится с кем-то, из своих подруг или из своих друзей, то только лишь для того, чтобы или получить какой-то совет в вашей ситуации, или же порадоваться за вас. Как-то моя дочь пристала со мной разговаривать. Я очень долго ломала голову, почему это. Она говорит, мама, ты дело в том, что абсолютно всем все рассказываешь. Но я же не экстрасенс. Откуда я могу знать, что это для нее секретное или нет? Существует как бы такая фраза, «Мамочка, то, что я тебе рассказываю, оно должно остаться между нами. Это наш секрет». Я вот, кстати, до этого момента даже не задумывалась. У меня с мамой очень такие теплые отношения доверительные. Я всегда уверена, что то, что я маме сказала, это то, что я сказала маме. Все. Потому что для нее, наверное, важнее даже в десятки тысяч раз то, что будет со мной, с моей семьей, чем то, что ей хочется рассказать какой-то своей подруге. Не все важно выговаривать людям близким, которые действительно очень переживают за это. Родители по-другому реагируют на то, что мы говорим, чем люди, которые с нами как одного возраста, так, наверное, одной какой-то ситуации, в которой мы находимся. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я думаю, что решение этого конфликта мы нашли здесь и сейчас. И я рада, что вы к нам пришли в гости. Удачи вам, всего хорошего. Спасибо. Сегодня мы решаем проблемы наших постоянных зрителей, которые пишут нам письма. Если вы хотите тоже обратиться к нам с вопросом, обращайтесь по адресу все-буде-доброй собака. Укр.нет Наша следующая зрительница, к которой к нам обратилась, Аня, прямо сейчас расскажет свою историю. Анечка, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте, Аня. Я так понимаю, что вы специально выбрали сегодня такой внешний вид, потому что не хотите, чтобы все видели ваше лицо, да? Да, извините. Я, к сожалению, не хочу показывать свое лицо, так как ситуация у меня достаточно такая щекотливая. Дело в том, что у меня есть сестра, и мы с детства с ней достаточно дружно живем, и у нас безумно доверительные отношения. И вот недавно в ее жизни появился молодой человек. Ну, как говорится, тот самый мужчина. Они вот хотят уже готовиться к свадьбе, и она настолько счастливая, я такой ее никогда не видела. И недавно случилась такая ситуация. Я от своих хороших знакомых узнала, что он ей изменяет. Я не знаю, как быть. Молчать не могу все-таки, как бы от этого зависит ее будущее, семейная жизнь. Рассказать я просто боюсь не поверить. Анечка, это действительно очень серьезная тема. Во-первых, давайте начинать с того, что мы не верим во все, что нам говорят. С другой стороны, очень важно предупредить этого молодого человека лично наедине с ним. Если вы уверены, что все-таки есть основания о том, что вы знаете, вы понимаете, вы дорожите в данном случае тем, что вы видите счастье своей сестры. Вы уверены, что если это происходило один раз, это не повторится. Попросите, в конце концов, не то чтобы гарантию, а просто посмотрите в его глаза. Если эта информация абсолютно проверена, вам действительно придется поговорить с сестрой. Сказать это совершенно нормально, ровно. Начать с того, что мне говорить очень тяжело. Я надеюсь только на то, что ты сейчас меня услышишь. Даже если я ужасно не права, разреши мне быть с тобой честной. Вспомните какой-то факт из вашей жизни, когда вы были маленькими. Вот помнишь, тогда нам тоже никто не верил, но мы с тобой были правы. Да, или вот я тебе сказала, ты меня тогда поняла. Прими то, что я тебе скажу. Мне кажется, мне стало известно. Один, два, три. Мне думается, что важно это проверить. Это твое решение, твоя жизнь. Анечка, надо помнить о том, что вот безоговорочный факт, что мужчины флиртуют, как домашние животные линяют. Но мы все равно любим домашних животных, и мы это принимаем. Другое дело, что я всегда своей собаке говорю, собакам на кровати не место. Вот точно так же мужчинам в чужой постели не место. Одно дело улыбаться девушке, которая тебе понравилась, или делать ей комплименты, или говорить приятные слова. Другое дело, когда ты переходишь эту грань, и после этого ты приходишь домой, и как будто ни в чем не бывал. До тех пор, пока вы этого человека, вы простите мне за откровенность, не снимете с его пассии, не стоит говорить сестре о том, что он с кем-то имеет какие-то отношения, потому что этих отношений подтвержденных нет. Вот у нас есть желающие высказаться по этому поводу. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня был похожий случай в жизни. Благодаря моей подруге мы чуть не разошлись с моим мужем. Дело в том, что когда-то моя подруга увидела моего мужа в обществе какой-то интересной дамы, и сказала мне об этом. Я сначала не поверила, но слова уже были произнесены, и я постоянно ходила с этим, мучило оно меня, и я начала присматриваться к мужу. Я начала выспрашивать, я начала ходить по пятам. Естественно, нормального человека, ну, как потом уже я понимаю, когда мы с ним поговорили, это не могло не задеть. И дошло до того, что он подал на развод, и я поняла, что на самом-то деле надо что-то решать. Вот. Мы сели, поговорили. По итогу я поняла, что я раздула большой мыльный пузырь. Мы наладили отношения, слабого все хорошо, вот если бы не подруга, такого могло бы и не случиться. А вы считаете, что подруга виновата в том, что она вам что-то сказала? Думаю, да. На самом деле она вмешалась в наши отношения. Как раз этого я и боюсь, что я могу сказать сестре, а она подумает, что со стороны, как говорится, не виднее, а наоборот завиднее. Женщина, она же мудрая, у нее же чутье, как у кошки. Она сама все поймет, что муж ей изменяет и выгонит его из дома, вот и все. На самом-то деле, и даже если они поженятся, это произойдет потом, это не ваша ответственность. Давайте послушаем еще одну точку зрения или историю. Здравствуйте. Меня зовут Вика, и в моей жизни была очень похожая ситуация, когда моей очень близкой подруге муж начал заигрывать очень так открыто. Мне было неприятно, я поговорила с ним, говорю, не надо, не делай этого, пожалуйста, я не хочу быть причиной каких-то ссор. и я, конечно же, не рассказала ей, потому что я думаю, ну, мало ли, что-то нашло на него. Попозже мне еще наши общие подруги сказали, что и с ними была такая же ситуация. И по итогу, конечно, эта семья распалась. Очень жаль, вот, как, собственно, и наша дружба с этой девушкой. А дружба почему? Вы же... Ну, потому что подруга, она обиделась, она не смогла это понять и как бы простить. Она не понимала, почему мы молчали, почему мы ей ничего не сказали. Она обиделась на вас из-за того, что вы не сказали об этом. Да, что столько времени мы молчали. А как она узнала, что вы не сказали? Не знаю, добрые люди доложили. Понятно. Анечка, вот все больше фактов, точек зрения, советов. Сформировалась уже какая-то картина для себя? Ну, для себя, да, вот как бы важно понимать, действительно ли это происходит или нет. Нужно ли сестре действительно это знать. Когда буду иметь общую картину, тогда можно уже и говорить. Я надеюсь, что мы смогли вам помочь. Спасибо вам огромное за советы. Спасибо, удачи. До свидания. Мы не можем оставаться равнодушными к ситуации, которая происходит с нашими близкими, любимыми, родными, но это не дает нам права решать за ней, что хорошо, что плохо. Жизнь у каждого своя, поэтому если вы уже решаете все-таки вмешиваться в эту жизнь, тогда говорите, всегда принимая ответственность на себя от первого лица с подтвержденными фактами, давая возможность выражать гнев, обиду, злость даже в вашу сторону из-за того, что вы стали тем, кто принес плохие новости. Плохая новость. Женские конфликты никогда не прекратятся. Они будут снова и снова, но есть и очень хорошая новость после нашей сегодняшней встречи. Эти конфликты можно легко, с уважением и любовью разрешить, чего я вам искренне и желаю. Спасибо вам огромное. Привет, Ютюб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Редактор субтитров А.Семкин